А вы, Федорица, варежку-то разинул, так как деревница. Сам сменгал, мучил ключик низкотушек, а везде гипнулся, вот и ржачка, да? Что-что? Почему мы так говорим? Вот это проблема. А вы помните волшебное слово? Зачем? Да чтобы быть вежливым. Учиться вежливости надо с детства. Современные дети слов вежливых не знают, ниже почти не читают. Да потому что вы игры компьютерные играют. Какая тут может быть вежливая? А что же родители? Что-что? Современные поколения сами за компьютерами играют. Как же быть? Что же делать? Это состоит из-за голоса на решение проблем. Ведь очень важно, какой ведь человек. И ведь каждому из нас хочется общаться с приятными и вежливыми людьми. Понимая это, мы, учащиеся в объединении юных лидеров-собеседник, не смогли остаться равнодушными к данной проблеме и начали свою социально значимую деятельность по формированию детей на лучшем ключевого поведения в рамках проекта «Фактина бедливости». Да, надо донести существующую проблему до родителей. Ведь воспитание ребенка начинается в семье, с той атмосферы, которая сложилась в нашем доме, с тех добрых или, к сожалению, недобрых отношений. Поэтому, работая по проектной деятельности, мы начали проводить с дошкольниками и младшими школьниками вместе с родителями, учителями и воспитателями. Мы решили разобраться, на сколько же в детях развиты навыки мерзливого поведения. Побеседовав с молодыми родителями, мы поняли, что они намного проще относятся к этой проблеме, употребляют в своей речи слэр, это касается их поведения. А вот из-за цветов более старшего поколения, бабушек и дедушек, мы сделали вывод, что они серьезнее относятся к своим поступкам и выражениям. Из-за этого следует, что данная проблема лежит глубоко в нашем обществе. Здравствуйте! Я доктор Вежливец. И я абсолютно с вами согласна. А вы согласны? Да. Мы ведь все знаем, что каждый из родственников приходит в нашу жизнь из детства. И от того, каким оно было, зависит наша сегодняшняя жизнь. Что такое вежливость? С чего начинается эта самая вежливость? И для чего она нужна? На эти и другие вопросы дети получают ответы, участвуя в мероприятиях, проводимых в рамках проекта «Вакцина вежливости». Мы разработали программу встреч доктора вежливости для детей и родителей, открыли комнату приличных момент для младших школьников, постарались раскрыть красоту родной речи, разнообразие вежливых слов, добрых традиций, на примере героев сказок, рассказов и мультфильмов. Работа над проектом помогла нам раскрыть следующее. Повышение интереса детей и их родителей к речевому этикету, проявление толерантных чувств детей через игру, театрализацию и рисунки, сформированное устойчивое поведение и снижение агрессии в детской среде, получили в результате заинтересованных родителей и детей к речевым этикетам, составили и распространили слова любвежливых слов, Организовали и провели выступку творческих работ с день, я учусь вежливости у героев, атмосферу толерантного взаимоотношения среди людей. Работая над проектом, мы поняли, что вакцины вежливости нужно получить каждому ребенку в раннем детстве. Мы все так любим, говорим, пожалуйста, И детей за собой нам нужно вести. Речь твоя у нас станет чиста, Ведь в цели своей должны выпить и мая вовцы на наши слова. Практичная страна, Мужчинливая страна, О, да, Наши дети, наши слова, Будет новая страна, Будет добрая страна, О, да. Спасибо за внимание.